Торнадо Энерджи 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 свои особенности, там кнопки надо переназначать, надо следить, чтобы у вас ствол не упирался в стену, потому что камеры направлены только на один ствол, когда вы стреляете дуплетом. В общем, все эти тонкости уже позже в видосах будем разбирать, но если коротко, разработчики хотели, чтобы ИС-2-2 стал для вас тренировочной такой панелью, которая была бы для вас комфортна. И этот танк настолько комфортен, настолько классно играется, что после него идет ИС-3-2 с двумя стволами, а на 10 уровне СТ-2. По сути, это что-то типа ИС-4 с башней от СТ-1, но с двумя пушками. Вот плюс-минус. И вы знаете, вот из-за того, что, наверное, ИС-2-2 получился настолько классным, следующий ИС-3-2 уже играется не так классно, как ИС-2-2. А СТ-1 так... Ой, а СТ-2 так вообще играется, ну, скажем так, скрипя. То есть я не могу сказать, что это прямо отвратительная плохая машина, да, но вот на фоне комфорта от восьмерки уже десятка ощущается как-то так не очень. Ну, по крайней мере, мое мнение. Выйдет на основу, поиграем, потестируем, все это, разумеется, будем делать, и там уже сделаем выводы. Годнота или нет? Ну, вот то, что восьмерка, годнота, это уже однозначно. Также из нового введения стоит отметить, это введение демонтажного набора, с помощью которого вы сможете снимать только основное оборудование. Например, досылатель, оптика и так далее. Все, что раньше стоило 10 галды. Вот лучший показатель. Все, что раньше можно было снять за золото, теперь можно будет снять бесплатно. Демонтажный набор будет тратиться, как обычный расходник. Сколько у вас их есть, столько раз вы сможете сложное оборудование снять со своего танка. Демонтажный набор будет выдаваться из крупного пятого ящика, которые вам периодически выпадают после боя. Вот эти вот внезапные призы с рандомным сверху, где чертежи выпадают и все остальное. Короче, боновое оборудование за него снять нельзя будет. Это высекли, да? Не то, чтобы прям жир какой-то, но кто вообще голду не имеет, не покупает и так далее, ну, сможете снимать бесплатно свое сложное оборудование, не надо будет его уничтожать с танка. Идем дальше. Что же еще новенького, ребят? Еще новенького это то, что в патч 1.7.1 выйдет новый мод от нас, от нас, от команды про танки, который будет показывать прямо в ангаре вам график мастеров на танке и какие необходимо держать показатели, чтобы взять мастера первую, вторую, третью степень. Это наш подарок к вам патчу 1.7.1 и мы приурачиваем его к выходу битвы блогеров. Как вы знаете, в начале патча 1.7.1 стартует битва блогеров. Это придется где-то вот сразу после выхода патча. Кстати, в предзагрузке, которая есть, битвы блогеров нет. То есть она выйдет дополнительным микропатчем. Это уже слитый инфа на различных пабликах, так что это не секрет. Вот, в первые дни после патча 1.7.1 выходит битва блогеров, где мы будем сражаться. Я там принимаю участие, ребят. Всех прям сразу агитирую вступать в мою команду. Сможем выиграть всякие уникальные награды, связанные с тематикой танков и, соответственно, моего канала. Я пока не могу раскрыть какие, но в ближайшее время расскажу очень крутые призы. Достаточно самого факта вступления в мою команду будет для того, чтобы уже претендовать на все это. Дальше надо будет просто периодически поигрывать в танки, зарабатывать очки для команды. Итак, ребят, так как в первой в первой итерации патч 1.7.1 нету ничего по битве блогеров, скорее всего, она будет подлета потом микропатчем, соответственно, скорее всего, моды слетят. Ну, то есть, спустя пару дней после выхода патча, скорее всего, придется еще раз обновлять моды, потому что, ну, вся эта фигня чувствительна, достаточно к выходу различных ивентов. Ну, я имею в виду наши моды чувствительные, их надо будет обновить. Иначе у вас могут быть возникнуть проблемы с игрой. Держите это в голове. Соответственно, после прохождения битвы блогеров, ну, я думаю, она закончится где-то в первой половине февраля, то есть, долго не будет длиться, потому что на вторую половину февраля у нас, ребят, назначен уже событие на глобальной карте Рассвет Индустрии, где мы с вами сможем выигрывать, точнее, даже не выигрывать, а зарабатывать для себя халявные премы восьмого уровня, а также самые такие, ну, желающие смогут получить имбовые танки за глобальную карту десятого уровня. Все это уже давно я озвучивал, я потом сделаю отдельные видосики. Также, ребят, на 14 февраля скорее всего будут завезены специальные 3D стили на Льва, не знаю, в РУ-регионе или в каких-то других, но 3D стиль на Льва добавлен. Вы его сейчас можете видеть у себя на экранах. А также на 23 февраля я не знаю, какие еще могут быть там плюшки, ивенты и так далее, но на 23 февраля на ИСа 3, на советский тяжелый танк восьмого уровня, все его отлично знаете, добавлен тоже специальный стиль с такой пулеметной башенкой, приуроченной к 23 февраля, он так и называется Defender Day, День Защитника. Вот. Соответственно, все эти фишечки мы с вами сможем уже получать. Теперь, ребят, по озвучкам. Я планирую в патче 1.7.1 дорабатывать дальше озвучку Восстание машин, которую вы сейчас в данный момент на фоне можете слышать. Многим не нравится то, что эти фразы озвучивает Google мужик, грубо говоря, да? Но нравятся сами фразы и вообще то, что это самая масштабная озвучка. Там почти 500 фраз в ней, ни в одной другой озвучке. Самая большая озвучка, которую я видел, 350 фраз. В полтора раза практически больше фраз. То есть она очень разнообразная и не надоедает. Поэтому я принял решение. Сейчас я веду переговоры с профессиональным диктором, актером, который озвучивал Бендера в мультфильме Футурама. Денег там, конечно, потребуется немало. То есть он просто за то, чтобы начать работать, это уже с ракет нужен. Плюс там еще, ну, за объем надо будет доплачивать. Плюс еще студии за наложение эффектов, звуков и так далее. Короче, вы поняли, да? Если победим в Битвизблогеров, буду прям вообще очень торопиться и выпущу как можно быстрее озвучку восстания машин, но голосом реального, грубо говоря, Бендера из мультфильма Футурама. Футурама. Как вам такая идея? Я думаю, если вы с ней согласны, ну, поддержите, как минимум, видос лайкосом. В принципе, патч 1.7.1 вот такой небольшой, он достаточно проходной получился, но в любом случае ждать его стоит. качайте двухстволки, как минимум, восьмой уровень, принимайте участие в Битве Блогеров, вступая в мою команду Юша, получайте ценные, уникальные, причем, награды, ну и потом будем еще с вами вместе на глобальной карте воевать. На этом все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok